Озер, которые находятся в городской черте, в России не так много. Бийску в этом плане очень повезло. Однако последние годы Ковалевская постепенно превращается в болото. Исчезли раки, рыбы становятся все меньше, берега сужаются. А в свое время озеро являлось памятником природы краевого значения. Вот 1982 год. Список памятников природы. Вот мы видим озеро, школа 21. То есть в 1982 году? Да, да, да. Это был список памятников природы. Когда-то вот оно было, школа 21. Имеет культурно-эстетическое значение. Питается озеро Ковалевское за счет природных родников, которые из-за тотального загрязнения дна окончательно засорились. Отсюда все вытекающие проблемы. На очистку водоема нужны большие деньги. В городской казне их просто нет. Уже точно Ковалевское озеро включили в федеральную программу. Согласно условиям, местные власти должны предоставить проект и провести государственную экологическую экспертизу. Работы уже начались. Вот сегодня мы с проектным институтом проверили обследование озера и в дальнейшем будем от них ожидать документов, которые, как они, как институт дадут нам заключение, что необходимо выполнить, помимо очистки, для того, чтобы в последующем озеро не заиливалось, озеро поддерживалось в статусе биологического разнообразия. Поэтому сегодня мы вот здесь собрались на озере. Специалисты института Алтайводпроект в течение месяца должны разработать проект технического задания на экологическую реабилитацию. И это только один из этапов. В первую очередь сама расчистка этого озера, плюс мероприятие по берегу, там расчистка берегов, очистка от кустарника, мусора и все такое. Потом вот где мы были, вода весенняя, дождевая заходит в озеро, это недопустимо, если будем... То есть там надо делать обвалование, делать локальные частные сооружения. Вот это вот все мероприятия, недопущение там вот, чтобы вода с производства попала сюда как-то. Ну вот это все в комплексе. И это уже есть экологическая реабилитация. После заключения специалистов предстоит разработать сам проект. А дальше остается найти подрядную организацию, которая приступит к работам. Так что в ближайшие годы заилиные родники в уникальном природном водоеме должны снова забить ключом. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Специально для программы «День с толком».